Мастерские, ремесленные магазинчики, а также мини-отель. Кирпичный дом Польва Толстого 83 получил шанс прожить свою вторую жизнь. Дом Юрина стал частью президентского проекта по восстановлению объектов культурного наследия. В нее же вошли еще два самарских здания, на Степана Разина 52 и на пересечении Водников и Комсомольской. Суть проекта – инвесторы смогут использовать здания по своему усмотрению, но взамен должны восстановить их в первозданном виде. Также подрядчики получат льготные условия кредитов под эти работы. Самарская область вошла в число регионов, где проходит пилотный запуск проекта. Три объекта, которые подобраны, это объекты, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии, которые никак не используются, стоят заброшенные, заколоченные, на которые отсутствуют какие-либо права третьих лиц, нет никакого обременения, то есть они чистые с точки зрения возможностей дальнейшего влечения в оборону. Оценил состояние объектов Владимир Осинцев, заместитель министра культуры России, который возглавляет направление работы с объектами культурного наследия. Он пообщался с главой города Елены Лапушкиной, депутатом Госдумы Александром Хинштейном, представителями региональных профильных ведомств и министерств. Также на встречу присутствовали потенциальные инвесторы, которые заинтересованы в приобретении данных зданий. Они поделились своими планами по реконструкции, а также по наполнению зданий после работ. Владимир Осинцев отметил высокий уровень проработанности проектов. Регион проработал очень детально, очень досконально, подошел ответственно к этой работе в части подбора объектов, в части их расчета и в части, самое главное, подбора потенциальных инвесторов. Здесь же решается по поручению главы государства две задачи. Самая главная, основная, это сохранить объекты культурного наследия. И второе, привлечение, будем так говорить, мелкого бизнеса к этой программе. Всего в рамках этой программы планируется привести в порядок тысячу объектов культурного наследия по всей стране до 2030 года. А затем будет запущен второй долгосрочный этап проекта, рассчитанный до 2045. И если программа себя зарекомендует, то исторически значимые здания продолжат получать право на вторую жизнь. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.